Тавтология. Частными случаями порочного круга в доказательстве являются тавтология, предвзятый эпитет и составной вопрос. Тавтология от греческого слова «таута» то же самое и «лого» слово – наикратчайшая разновидность рассуждения по кругу. Мы лишь повторяем то же самое высказывание другими словами и выдаем это за его обоснование. Пример тому фраза из наставления инструктора по гражданской обороне «Атомная бомба обладает свойством всегда попадать точно в эпицентр». Но ведь эпицентр, согласно определению, и есть то место на поверхности земли, на котором, под которым при подземном взрыве или над которым при воздушном взрыве произошел подрыв атомной бомбы. То есть куда она не попадет, там и будет эпицентр. Другой пример из книги по апологетике, где автор приводит неудачный аргумент в пользу тонкой настройки Вселенной. Бог, дескать, настолько точно организовал движение небесных тел, что Земля совершает полный оборот вокруг своей оси ровно за 24 часа. Как же это удобно для счисления времени суток? Проблема с данным утверждением состоит в том, что час – это искусственная единица измерения, выдуманная человеком специально для счисления времени и равная 1,24 доли естественной единицы периода осевого обращения Земли. К этой же категории относится и классическая уолевская сентенция, позаимствованная у него Дарвином «выживают наиболее приспособленные». Поскольку наиболее приспособленные и есть по определению тех, кто выживет, это утверждение не несет абсолютно никакой информации и не может быть использовано для доказательств чего бы то ни было. Если бы речь шла о выживании наиболее длинных, наиболее зеленых, наиболее трезвых, в конце концов, наиболее сильных, это утверждение поддавалось бы проверке на возможную ложность. Но сколько наблюдений и делай, выживать будут всегда наиболее приспособленные, ведь выжившие и есть признак приспособленности. Впоследствии в каждом конкретном случае мы можем находить объяснение, почему выжили именно те или другие осупы – самые крупные или самые мелкие, самые бесстрашные или самые осторожные, раскрашенные наиболее вызывающе или наиболее неприметно, но исключительно факт выживания является единственным существенным критерием наибольшей приспособленности. С этим же успехом мы можем создать теорию, что по окончании уроков первыми школу покидают наиболее выходибельные ученики. И сколько бы экспериментов мы не ставили, наиболее выходибельные будут выбегать на улицу первыми с корреляцией в 100%, ведь наиболее раннее выбегание и есть признак наибольшей выходибельности. Какова бы ни была тому причина – наибольшая спешка, ближайшее расстояние до двери, более сильные локти или просто равнодушие к тому, что происходит внутри школы. Субтитры создавал DimaTorzok